Донна Флора и два ее мужа. Премьера музыкального спектакля на сцене петербургского мюзик-холла. Мировой литературный бестселлер театр представил в жанре комедийной истории с элементами бразильского и мексиканского фольклора. Дмитрий Аксенчик завершил увлекательное путешествие от унылой реальности в мир волшебного реализма. Плакать и смеяться, невзирая на невзгоды. В мюзик-холле решили шокировать зрителей и отвлечь от реальности. На сцене знаменитые карнавальные хиты, актеры с самого начала эпатируют публику. Действие происходит в Бразилии, но из реквизита не только карнавальные наряды. Целый микс из того, что связано с Латинской Америкой, в том числе Санта-Муэрто. Это же все-таки магический реализм. Новый спектакль «Донна Флор и два ее мужа» поставлен по роману Жоржи Амаду. Герои бразильцы говорят не на португальском, а на испанском. Так диктует жанр произведения. Сказка для взрослых, а в сказке может происходить все, что угодно. Говорить на испанском, летать под небом. Это не отменяет самого главного. Это не отменяет жанра волшебного реализма. Первый муж героини Валдамира, он же Гуляка, любит Флору по-своему. Использует ее, вымогает деньги, изменяет. Его отношение с матерью к главной героине на грани криминальной драмы. Розилда, в свою очередь, делает все, чтобы не допустить свадьбу дочери. Но безуспешно. Но это случайно получилось. Я все равно все разрушила, понимаете? Он же все равно сдох. Извините, конечно, за выражение. Я помогла, как понимаете вы. Прятать от тебя деньги, полученные от учениц ревновать к самому хорошенькому из них больше никогда не придется мне терпеть твои погоды. Но ирония в том, что больше всего Флор хочет вернуть своего Гуляку. И с помощью магии возвращает возлюбленного. Только она может видеть его. Второй муж целомудренный и неуверенный в себе. Он самый счастливый герой в этой истории. У нас все просписано. Я работаю в аптеке, а в аптеке все должно быть точно-точно по миллиграммам. Так и в жизни. Сложнее всего выбрать одного. Теперь она живет с двумя мужьями одновременно. Один дает ей спокойную, размеренную жизнь, а второй добавляет адреналина. Ну, тут сложно сказать, пошла ли я против Бога. То, что я стала спокойной жить, это да. Счастливой жизни, это да. Нашла внутри себя гармонию и согласие, это да. А Бог за что? За поиск гармонии. Как и в любой сказке, хотя бы на время каждый из героев обретает свое счастье. А зрители хотя бы ненадолго отвлекутся от своих проблем. Дмитрий Аксенчик, Игорь Мегулин, Татьяна Сидоренко, телеканал Санкт-Петербург.